здравствуйте мои дорогие друзья это я рассмотрю свою квитанцию ходила на почту платить за квартиру хорошо этот раз все сразу заплатила то прошлый раз пошла раньше и этого нету этого нету приходила пришлось два раза тягаться погода у нас непредсказуемые вчера была холодина в люди ходила в кофте в теплой кардигане и не жарко было сегодня вышло не знаю как одеваться но думаю солнышко вышло может быть тепло и действительно правда дело это платье которое у меня с рукавом но оно такое тоненькое что вроде бы как бы и закрыто и вроде бы как бы и не жарко короче обратно шла солнце вышло жарко но это хорошо жарко это хорошо вот ехала обратно села на троллейбус думаю он как раз меня так довезет мне удобно будет через рынок пройти я бураков куплю морковки хочу борща девочки борща хочу вроде бы это вчера вчера было холодно вот все задумала надо мне борщ сварить а у меня там всего два маленьких бурочка и одна морковка картошки есть немножко и качан все вроде бы как бы есть но я села на троллейбус он две остановки провелся сказал конечная и пришлось мне выходить с другой стороны рынка и топать и топать пешком через весь рынок но зашла там магазин хит маленький такой магазинчик думала сметану куплю не было но взяла куда это мне сумку поставить чтобы она мне не свалилась и не рассыпалась вот с такой сумкой сейчас схожу сегодня решила побольше взять чтобы во все карманы положить чтобы было удобно но не брала свою красную на колесах думаю зачем она мне ничего не надо если только бураки куплю и морковку и так донесу но совсем с другой стороны вот и поэтому думаю ну раз я иду оттуда надо зайти в три цены девочки ничего не снимала это три цены в том магазине помещение в котором был остров чистоты походила я там походила глаз положить не на что ничего не интересно совершенно как-то он раньше намного интереснее был магазин хотелось у него вот который в пирамиде там тоже есть он меньше но там как-то тарелки красивые какие-то выставлен а здесь все какое-то такое простецкая даже не вынимала телефон чтобы хоть что-то поснимать ничего интересного не не увидела вот прошлась там два помещения прошлась посмотрела и вышла вышла думаю ну что надо пойти а а когда вышла страли с троллейбуса как раз возле магазина красный пищевик там где зефир и мармелад выбор огромнейший огромнейший выбора акции этот дешевле там все время вот так вот то это дешевле то это дешевле хотела достать телефон потом продавец подошла ко мне я говорю мне вот этого вот этого зефирчик у штучек 6 и вот этого мармеладику немножечко и потом пошла платить и то что я хотела эту витрину снять заснять я забыла и совершенно забыла вот вышла и пошла через рынок ну как иначе не возвращаться что не садиться опять на одну остановку на автобус или на троллейбус вот прошлась посмотрела что там где интересное тоже ничего интересного зефиру я купила этого мармеладика я купила и уже не стала возвращаться в магазин чтобы за сметаной думаю ай если что если сварю если сварю этот самый борщ майонезу положу туда а завтра схожу возьму сумку на на колесах пойду куплю бураков морковки надо было уже наверно морковку заготавливать на зиму чтобы было так так я притопала домой но зашла в коммунарку ну как мимо нее пройти у них там тоже час акции купила я их никогда не покупала эти конфеты не знаю хорошо я вам видно или нет я без очков для меня так мутновато я себя вижу купила вот таких вот конфеток аленку вот такое вот она восемь с копейками говорю что там внутри говорит нуга нуга с вафелькой ладно пусть будет вот и она говорит возьмите вот эти вот конфеты ничанка что ли называется говорит с вафлей вообще никогда не пробовала девочки вообще даже не знаю показываю может сверх ногами вообще никогда не ела эти конфеты потому что я не очень люблю конфеты с да кто-то смотрит меня давно может быть смотрели когда я ездила в светофор и там такие большие конфеты с тоже с вафлями были ну я тогда помню покупала упаковку и когда ко мне приходили очень кто-то кто-то подруги дети очень удобно было чашку чая или чашку кофе и эту большую конфету удобное такое вот это самое а так сама я не очень в этом и посмотрим что это за конфета ну красивая на вид красивая хотя девчонки говорят ну знакомы с продавцами со всеми говорят что сейчас вот когда вот это вот жара то конфеты белеют знаете какая интересная тут вафля а начинка черная видно вам знаете какая вкусная эти со скидкой сейчас 21 рубль дорого дорого а сколько же они интересно нормальной цене вкусная конфеты мне понравились это я зашла продовольственной взяла на маску себе вот эту вот свежую нравится мне это творожная на маска а то ну как булочку вкусную есть а масло ну все потом и зашла в пятницу купила мороженое последние девочки последнее мороженое это каприз так мне нравится это мороженое поэтому я сижу сейчас в беседке пока дошла она немножко подтаяла я наш еще в дом не заходила пришлась и села и быстренько съела его а в этом там где мать и мать и мармелад вот такой лимонные апельсиновые долечка я люблю если мармелад то кисленький и 6 штучек зефира и вы знаете это белорозовый на вес вот 6 штук получилось 2 рубля 2 копейки а если 6 штук в пакетике в упаковочном в одном магазине бобруйский 2 2 60 а а в фикс прайсе 3 рубля а вот это я не помню даже сколько я заплатила но такие симпатичные долички рубль рубль 80 но оно тяжелое короче я сегодня заплатила за квартиру дешевле с чем чем я ожидала поэтому то что мне дали сдачи я пока дошла все это растратила на вот эти вот вкусности сладости вот что они там режут что они там пилят пока я не снимала видео было тихо а теперь вон что творится сейчас я попробую долечку вот такая симпатичная свеженький вкусненький вообще этот магазин замечательный только что в него из дому лень тащиться это надо пройти весь рынок когда через дорогу я там бываю только вот если меня привез сюда торлейбус или автобус и сказал волосы в рот залетают и сказали все конечная остановка выходить а так специально ни за что не пойдем вкусненько ну как вкусненько вот конфеты положим вот так вот все надо идти наверное уже домой что они там пилят вроде строили строили дом теперь дырки делают теперь еще чем-то оббивают когда они там уже жить будут и магазин откроют конечно магазин собираются открывать он вход с той стороны уже который год я собираюсь зимой ходить в их магазин там овощи наверное будут вот раньше были овощи вот ой что-то у меня сегодня поясница болит прямо не знаю да еще столько пришлось топать пешком надо идти обед готовить я достала фарш вчера купила батон чтобы фарш не не рассыпать или или еще что-нибудь придумывать вот и картошки наверное пожарить но она такая мелкая ее чистить так противно у меня еще есть синенькие я же натушила у меня был большой у меня еще с одного натушила но потом уже знаете как пожалела что я такую мешинку сделала кусочками нарезала туда морковку лук ну в общем лук чеснок мешинка так далее ну ничего есть можно но лучше б я конечно его долечками пожарила обваляла в этом самом в муке пожарила потом бы наверх выдавила чесночок это было бы вкуснее со второго я точно так и сделаю ну просто он такой толстый что ну что с ним делать как вот эти вот круги большие зажарить ой надо идти домой а идти не хочется а а я еще не подошла девочки не подошла к этой самой конжеле с конфетами я вчера шла и увидела у нее ну такой вот сувенирная шоколадка маленькая ну вот такая вот вот такая вот маленькая шоколадка и к ней брелочек брелочек там какой-то ну какой-то ну игрушечка какая-то такая я особенно не рассматривала посмотрела посмотрела она говорит три рубля сначала подумала что как бы то это и дороговато а потом думаю ай надо было наверное не знаю я же тут же у максюшки скоро день рождения в сентябре в начале сентября в общем то подарок он получил еще тогда когда я ему купила стол это я когда говорили про стол и я говорю ариша давай я стол подарю ему письменный этот школьный что что ждать до дня рождения когда стол нужен уже сейчас давай я его возьму в кредит вот ну а потом как-то так получилось что я один раз заплатила а стол дешевый дешевый стол как-то так вот и потом говорю ай давай-ка я там арише немножко доплатила и я говорю давай-ка я рассчитаюсь и забуду про это ну вот и забыла а теперь у ребенка день рождения и что ребенок же он уже давно забыл что ему стол этот купили тем более стол это такая нужная вещь и вот я теперь в раздумьях как мне ребенка поздравить с днем рождения деньги подарить ему я обычно деньги дарю потому что они тогда сами себе купить что-нибудь но деньги всегда забирает мама и покупает то что нужно тоже то ли обувь какую то ли еще что-то вот ну вот к этим деньгам надо что-то ну хоть дашь ему вот допустим 50 рублей если ему отдашь их он пойдет в магазин какой-нибудь сладости каких-нибудь купит он все время просит сладкое очень любит вкусненькое Максюшка за лето растолстел орешка на него улыбается говорит бесконечно есть хочет я говорю орешка да он же растет на велике гоняет вот вот и я говорю хочет кушать в школу пойдет там так не будет в этом году он на вторую смену будет ходить орешка что-то говорила двенадцать с чем-то и до семнадцать тридцать вот такая вот вот такое расписание будет у него вот говорит неудобно так было говорит на первую смену было удобно мы идем все вместе Миша в сад Максюша в школу а я домой с Матвеем а теперь говорит этот самый утром ему надо будет делать уроки куда он будет со мной еще ходить Мишу в сад возить так этот самый Максюша везет велосипед с Мишей а Оришка с коляской с этим с Матвеем вот ну если тут вот сейчас когда все на месте то кость утром заводит Мишу ну вчера ходила Оришка приходили ко мне прибегали конфетки есть ха-ха-ха ой у тебя орешки есть вот так вот почищают меня ха-ха-ха поэтому надо всегда чтобы что-то вкусненькое было я говорю так давайте я вам сейчас чайник поставлю что-нибудь сделаю не мы кушать не хотим я говорю ну ладно а конфеты хотите хотим ну ладно вот вот поэтому сегодня зашла конфетку пила опять вот так вот а уже завтра пойду за овощами там есть два бурака может быть капуста есть кислая может быть виногрета сделать сегодня не варить борщ что там два бурочка на маленькую тем более они такие знаете крошечные крошечные не буду борщ варить сегодня сметаны все равно нет за сметаной надо идти вот так ключики достала тоже девочки потеряла брелок потеряла в огороде где-то вышла сгребать траву ключи так это самое куда это их положить кармана ничего нету бросила в эту вазон вазон от цветов бросила потом доставала и как то что то махнула и тут был котик у меня и котик этот куда-то улетел а туфельку которую я получила я вам показывала туфельку брелочек прямо как то вот мне ее жалко прицеплять сюда думаю прицеплю и это самое она обобьется обдерется вот как когда то мне Олеся тоже была с алиэкспресс заказала туфельку такую красивую в камушках я отцепила это и подстоит у меня на столе я ее все время вижу думаю если в сумку то все и камушки вывалятся жалко а так вот уже сколько много лет вот смотрю это Олесин подарок вот так вот вот так вот ну что девочки надо идти надо идти шмяка не знаю где вчера вечером ночи теперь такие холодные холодные стали так я вчера вечером заснула потом проснулась это было два часа пошла позвала пришел пришел говорю идем спать лег со мной ну я заслала уже заранее заслала эту самую его простынку лег в пять часов он меня разбудил выпускаю его на улицу пошла выпустила пошла выпустила но он уже подъел все что там у него было на еде ой какая бабочка знаете такие как их маха махаоны называют коричнево-рыжая но я думаю что пока я к ней подойду она уже улетит села на на бархатце сидит интересно Людуси моя сегодня ко мне придет или нет что-то я ее уже несколько дней не видела она приходила когда наверное дня три наверное назад огурцы собирала говорит еще немножко есть там помидоры все туман побил все позгнили всего две помидора красных собрала хороших сразу изначально остальные все с коричневыми пятнами вот так вот вот так вот растить у нас помидоры а вот огурцов было много у нее в этом году много и вот все время еще еще есть и есть и есть каждый раз придет вот так через несколько дней ну вот такой вот мешочек соберет вот вот и кабачки есть мне как дал один кабачок и говорила Люд не надо я не люблю кабачки не люблю я их так он у меня лежит ну прямо надо будет куда-нибудь может пожарить кусочками так просто кусочками и потом выдавить на него чеснок это я наверное сделаю как Вася приедет потому что я ему звонила говорю я купила кран ну а кто мне его переделает переставит конечно он он говорит до пенсии говорит не приеду пользуюсь это как есть ну в принципе мыться можно но только что хочется чтоб уже было все хорошо так кран разобрала там все я же вам показывала так красивенький главное чтоб все было в порядке чтоб не текло нигде вот так вот вот так вот ладно девочки пойду пойду я домой пойду я домой пойду готовить обед переоденусь солнышко взошло и теплее и теплее становится так хорошо ветра совершенно нету чудесная чудесная у нас погода вот всего вам доброго всего вам хорошего здоровья подписывайтесь пишите комментарии а я пошла готовить обед пока 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 я